добрый вечер всем я хочу сделать рик используя вот такие вот бет клип который каждый будет держать крючки вот здесь есть фотография как это должно работать поэтому мы используем такое есть такие вот в алиэкспресс если кому надо я дам ссылку резко опять же 0550 60 стопорки длинные размер large бусинки и вот это вот от прищепки желательно с маленькой дырочкой есть вот большой тогда надо просто использовать больше бусинку это большого размера начнем мы как всегда отрежем приблизительно метр провода у лески свивель номер один что камера плохо показывает и все как обычно делаем с одной стороны свивель то смотри внимательно этот капорад рик для тебя специально тебе он кстати понравится я раньше такие дела на сарагусов было очень хорошо преимущество в этом риге что наживка как в поле рик идет как одна целая вместе с ригом и можно делать очень дальний запрос просто вот эти вот все эти части раньше не было их в алиэкспресс и надо было заказывать сам где и это все очень дорого выходило в конечном итоге а сейчас как они появились в алиэкспресс то уже это доступно всем вот затянули вот наш узелок вот наш главный берем стопорок вот у меня осталось леска 15 липрут амнезия где-то на 35 переводим стопорок на эту леску так теперь что я хотел показать предыдущих видео но все время забывал чтобы особо себе не морочить голову и должно по идее чуть-чуть легче идти мы просто ломаем вот этот кусок вот эту часть ломаем вот мы его сломали теперь по идее без особых усилий первый стопорок должен идти хорошо все равно за раз зайдет тяжело но есть короче один уже есть теперь как обычно мы берем бусинку новый верхний свивель он будет без замка потому что не надо а дальше уже да мы сделаем вот этот вот бед клип для ригов опять же сфере номер 4 мне так нравится эта коробочка вот вторая бутинка все такое маленькое мизерное сейчас опять же переводим стопорок с места на место есть где наш риг и есть с верхним мы закончили вот опять же повторяю оставляйте чуть свободное чтобы свирелок этот был свободный кстати на каком-то видео поэтому и Тарабуко Академия тоже говорится об этом поехали дальше опять же переводим переводим стопорок с металла на нем на нем есть скажу еще одно скажу еще одно давным давным-давно есть так этот стопорок есть теперь опять же берем бусинку можно использовать бусинки большим размером это опять же у кого что есть кому как удобнее у кого что есть так теперь дошла третья часть очередь вот до этого элемента сейчас постараюсь показать как нужно более внятно как он выглядит прикольная вещь они кстати есть разных размеров как же показать то хорошо короче вот это вот верхняя часть мы ее продеваем на леску главное Вот наша бусинка Теперь она должна быть В конечном итоге Вниз Крючком Сейчас вторую бусинку И опять же стопорок И опять же сделаем стопорок Идея у нас с этим закончились Значит берем вот эти Опять же все то же самое Субтитры сделал DimaTorzok Я уже ничего еще не вижу Есть Так, делаем кончик Вот Тоже здесь не надо давать впритык Потому что ему надо чуть свободу Чтобы он мог Сделаем Еще один Да И потом постановим Диану Получится у нас Три крючка Опять бусин Это стопорок Блин, они уходят Что мама не говорю Я уже не знаю сколько покупать Диану Ну блин, зараза Иди сюда Так есть Есть Опять Дусинка Ну Ну Теперь берем опять же Где он был Вот этот вот Опять же Нам надо Чтобы крючок был внизу Так что будьте внимательны Дойдет сейчас момент Когда я буду Ставить крючки Вы поймете Сами почему Три крючки Три крючка Сегодня уйдет много запарков. Так, с этим мы закончили. Но опять же, сделаем еще стопорок один и еще один. Короче, еще на два стопорка. И на этом закончу сегодня со стопорками. Приготовьте кусачки, потому что они понадобятся. Я не знаю, если он перекусит. И советую вообще купить для рыбалки кусачки. Не надо дорогие, но хорошие надо. И узкогубцы тоже надо хорошие. Потому что скоро сезон Гумбара. И нам очень понадобится. На этом мы сейчас все подвинем. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть туда. Кстати, тоже. Даже вот эти вот стопорки длинные, да? Они держат не плотно, да? Но и по идее они не должны держать плотно. Понимаешь? Ты можешь приклеить их. Но я не думаю, не понимаю, зачем. Вся цель, чтобы видеть, что была поклевка, да? И дать сопротивление рыбе. Чтобы она была возможность потянуть крючок. И сесть, конечно, в итоге. Вот до этого делается это. А они не узелки и не клеятся. Но опять же, это у каждого свой способ. Берем опять же бусинку. И вот теперь решающий момент. Конечно, их уже надо смазать. Мы берем, отпусываем. Вот, все знают эту вещь. С прищепки. Желательно, чтобы маленькая дырочка была меньше. Вот как в этой деревянной, что вроде не подобное. А то, что не ржавая, не ржавая, это все, ребята, не так значительно. Откусываем одну часть. Потому что нам надо всего лишь одна. Вот. Вот что у нас получилось. Получился вот такой вот прикольный беткрипчик. Есть, конечно же, возможность согнуть еще. Если она подастся. Если она подастся. Вот подалось. Тогда мы отсылаем и вот эту нижнюю часть. Можно даже согнуть еще чуть-чуть. Вот, конечно, в итоге, то, что нам надо. Опять же, тоже нам надо, чтобы вот этот был к низу. Как раз бусинка нормального размера. Теперь ставим вторую бусинку. Кто хочет, да, опять же, может более прочности. Я думаю, что желательно было бы согнуть ее еще чуть-чуть. Для надежности. Можно сделать два стопоркаша снизу. Вот. 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 Продолжение следует...